Влажность воздуха в Волгограде 95 метров в секунду это 95 процентов влажность 9 метров в секунду ветер Самая толгонная погода Покажут себя Пошел, пошел Сходы Видите В голубятни у меня никого нет Так, ну как и обещал Выпущу несколько роликов То есть сниму несколько роликов По нескольким темам Ну вот этот первый ролик Это будет коротко обо мне Потому что очень многие Ну тут получается так, что Частенько мы ругаемся С этим, да С голубятниками Как бы, ну вроде как бы ругаемся Хотя на самом деле я то и не ругаюсь В общем Да, ну Ощущение такое, что постоянно с кем-то спорим С кем-то ругаемся Там, что-то доказываем Что-то это В общем, ну чтобы как бы вот эти вещи просеять Вот Ну коротко О себе О своем характере Как бы рассказывать Ну, значит Возраст мы уже знаете Уже шестодесяток Воспитал мне в основном деть Потому что Ну, отцовский дом Находится В дедовском участке У деда было там Двенадцать соток земли Половину он отдал отцу Ну, половину у него Был как бы свой дом То есть У нас как бы вот Ну, скажем Два дома рядом Один был дедовский дом Потом который дядя принесел А другой Наш, мой отцовский дом Ну, поскольку я был Старшим сыновским Внуком Сыном А деда Дед был как бы Еще Такой, да Там и старых понятий Что роды Это мужчина В любом случае И женщина Кстати, тоже Нашим голубятником Когда спрашивают От кого больше зависит Хорошая пескуна От голубей Или от голубых В общем Всегда от самцов зависит Значит У меня были братья двоюродные Да, как бы От тет От теток моих От сестер Отца Которые были намного Старше меня Намного Намного Старше меня Хорошо Там имели детей Это очень-очень много Да Но Поскольку я был Старше всех Старшего сына Дед больше всех Любил меня И воспитывал Он меня Ну, понимаете Воспитание дедовское И воспитание Родительское Это две разные вещи Как-то я там Разговаривал Был такой Дядь Ваня Там Иван Лянь С Москвы Ну У него Получилось так Чтобы у него Как-бы Родителей Не было Дедушка Бабушка Были Как-бы Для него И родителями И дедушек И бабушек Да И вот он Говорил Такие замечательные вещи Родители Они молодые Они неопытные Поэтому Очень часто Там Они могут Грубо обращаться И очень Да там Но то что никогда Не делают Деды Бабушками Да То есть воспитание Дедушек и бабушек Намного Эффективнее Намного Это Да там И то же самое Да допустим Отец мой Он не любил животных Абсолютно 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 Ну мне видите Я все любил И цветы И животные Все вот это Передался мне Как-бы от деда В общем Дед был 2 метра 5 сантиметров Ростом 66 размер Плечи В общем Ну Семью их Большевики Раскулачивали Во время войны Три раза был в плену Два раза сбежал С концлагеря Три раза Американцы Выпустили И после этого За одну ночь Всю семью Отправили Алтайский край Ссылку За то что он был в плену То что он воевал То что это сделал Он ничего это Да И по этому поводу Война была 10 лет В 48 году Отправили Ссылку Ну и с тех пор Отец Как бы дал Ссылку Что он для этого Большевикского государства Нигде не будет работать Он так и Нигде не проработал Для этого государства Он все время Работал для себя То есть Как бы Воспитание такое Да там От крайности до крайности Допустим Был дед Такой Уравновешенный Очень спокойный Очень добрый Его весь город называл Дядей И был отец Ну с 10 лет ссылки В 18 лет Воздущем Он уже в Магадане Сидел крытым В общем Да и у нас Само в городе Кто знает Там очень многие У себя там Под блатных костей Там В моем родном городе Это Горис Находится крыт В советское время Было три таких тюра Один Дмитэх Грузит Оттуда Вот так называемый Революционер Камос Бежал Другой Магадан И третий Вот в нашем городе Было время Когда в одном Камерике Даже по 7-8 воров В законе Сидели В этом городе Мне очень часто Когда там Многие как бы пытаются Ладно Не буду ругаться Да Ну как бы Через это Все проскочило Значит В 85-м Я в школе Был отличником Но у меня Поведение Было Отвратительное Даже Все время Менты приходили Всех собирали А мы все время Отпускали Потому что Ну Смотрели дневник А у меня Одни пятерки Да А ты что тут делаешь Я говорю Да вот Увидимся А ты что Хитрый был такой Это было Что с детства Да Ну директриса Всегда говорила Если мне твои знания Я бы тебя тюрьму Посадил Ну Смотри Три раза поступил Я в институт Первый раз В 85-м В мае месяце Мне выгнали С института Опять же за поведение Но Как мне и отец Учил меня Говорит Мужчина Ничего не должен бояться Он должен Как бы Все что полагается Мужчине Как бы Он должен Пробовать Да И курить И пить И гулять И то И это Да На то время Я как бы Баловался Такой уже Ну как это Сидел на игле В общем Выглядит В принципе Я буквально За один день Все это Завязал То есть Не стал больше И по сей день Не позже С наркотиками Уже это было В 86-м году Уже Ну почти 35 лет прошло Я до сих пор Что не пробую Ну Был такой порог В другой порог Тут у меня Было О главной игры Почему я И так Как бы Как бы Не этот Не поддаюсь Знаете На соревнования На вызовы На то на другое Я просто Завязки значит Ну как бы Карты играть То шахмата Ценность Футбол Баскетбол На деньги Но это еще понятно Но когда вы уже попадаете В казино Когда попадаете В казино Обязательно будешь Проигрышем Обязательно Не важно Как ты владеешь Что это Ну короче Два раза крупно Один раз в 98-м году Я целый год С утра до ночи Играл в казино Второй раз в 98-м году Несколько месяцев Ну Ну Было такое Ну Опять завязал Ну И Ну Как бы В двух словах А потом Значит В 88-м году Я поступил После армии Новосибирский юридический филиал Томского госуниверситета Потом Буквально в декабре Было землетрясение В Армении Я бросил все Приехал в Армении В 89-м Опять поступил В этом Ереванский архитектурно-строительный институт Ну Сейчас по-моему Университет Или академия называется Имени Патамалиана Был отличником в институте Потом Эта война Пришлось поменять На заочно То есть Одновременно Как бы Крутить Ну После этого В 94-м Когда Карабахская война Прошло Ну Очень много Что мне не понравилось Уехал опять с Армением Приехал в Волгоград А сначала Новосибирск Потом Ростов Потом Ну Короче Застрял здесь Волгограде Значит Да То Что сейчас Очень многие Ездят На дорогих машинах Думать Что Ребята Крутые Ребята Вы Там Отдал Там 100 долларов Купил Голубь А то Думает Что он Мультимиллионер Дорогил Мои 90-х В начале 90-х Годов У меня Весь этот двор Был забетонированный Это Я потом здесь Огородик сделал Здесь 7 новых машин Стояло В то время Когда ни у кого У соседей Машин не было Понимаете В общем И Понимаете Это пустота Когда люди Начинают Там Да Вот я это имею Я то имею Понимаете Этим гордится тот человек Который никогда в жизни Ничего не умел Потому что Понимаете Ценности Они совершенно другие Ценности Это не в деньгах Не в их количестве Понимаете Понимаете Ценности Это совершенно другое Ну как-нибудь Может и про это Я как бы Расскажу В общем Да И В жизни Как бы Я такой человек С чувством юмора Люблю шутить Особенно тогда Когда Ну понимаете Ну элементарно Да Вот Я живу здесь У меня тут рядом Соседи Все ли они могут быть хорошими Да нет конечно Со всеми ли я могу Там Да нет конечно Для всех ли я хороший Да нет конечно Понимаете В общем Ну а что делать Жить то все равно надо Правильно Надо Поэтому надо Как бы С ироником Ну Говорите человеку Но он ничего не понимает Ну зачем нервничать Вот очень многие думали Что я там это да В моих роликах Нервничаю там Ну было одно Лучше когда там По поводу По поводу Фотографии Сына моего Это да Моего друга Покойного И отец Покойнее Да там было Вот тогда Мне зацепило Тогда я взялся там Глупец один как бы это да Высказался неправильно В общем Да В остальных случаях Как бы стерлинг Ну просто Ну говоришь Вечно человеку Он ничего не понимает Ну зачем вам нервничать Абсолютно Ну буквально Вот там Сегодня Читаю комментарии Человек там Пишет там это да Я говорю Откуда таких словно Хватался Ну если уж ты человек На таких понятиях Зачем ты пишешь Публично Да Напиши ему в личку Он отвечает Я говорю Человек новый Не знал что такое Буду писать в личку Ну дай бог То есть как вам сказать Дорогие мои Ну хватает опыта Как бы В этой жизни Отличить людей В этом плане Ну на самом деле Хватает этого опыта Не буду говорить Через чего Прошел Через как Через то Это бессмысленно Понимаете Это пустые слова И бить себя постоянно Грудь То Ну элементарно могу сказать Город Которым я родился Люди Которые Даже меня Я уже 27 лет Живу в Волгограде Люди Которые даже меня Не видели Если там спросите Кто такой сибиряк Они знают То есть То есть Даже Даже Которые не видели Знают Есть Такое Ну опять же Грудь бить А я Да ты меня Знаешь Да я Кто такой Ну это понты Это глупо Это дешевые понты Абсолютно дешевые понты И к этому я всегда Относился Так Человек Наоборот Если он злой Если ты его зацепил Да он помолчит Ну он тебя обязательно Накажет Обязательно Накажет Понимаете То есть К этому Это да Там надо Стремиться Да опять же По поводу того Что там Многие думают Что Многие думают Что там Такое По моему Ворона Яшку бьет что ли Да Да Ну нельзя На голубей смотреть Смотришь Опять С тем Отбиваешься Потому что Я и так голову Пытаюсь не поднимать Но не получается Да И Те ребята Которые думают Особенно молодые Да 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 Дядь Гадик Такой Жесткий Жестокий Там Не Не Паша Никому Ничего Такое Дорогие мои Я очень добрый человек На самом деле Очень-очень добрый человек Ну не люблю глупых людей Не люблю глупые поступки Понимаете Ну не люблю Ну надеюсь что и вы тоже самое Не любите глупых глупые поступки Ну Зачем Ну Ну Смысла не вижу Не в плане того что там это Да Ну в плане того что Ну Человек говорит глупости Да Ну зачем слышать Зачем это Да там Элементарно там В одноклассниках Ну вот прекрасно Знаете что у меня это Да как бы Страничка только про голубей То есть я только про голубей там это да Сейчас попробую я Вот смотрите Вот человек скидывает мне вот это да ролик там какой-то Миреслав Бабаев или кто там такой короче Не существует Великая Армения и это да Ну короче всякую хрен вот такого типа да Ну человек тупой абсолютно И что интересно вот открываю его страничку вот видите Открываю его страничку доступ ограничен мне То есть вот этот дурачок он мне пищит А сам мне взял заблокировал Представляете ну вот сколько таких идиотов есть в нашей жизни Вот реально вот это да не пуганые идиоты В общем и мы Тратим свое дорогоценное время На таких не пуганных идиотов Во первых Эта страничка про голубей Причем здесь Великая Армения Невеликая Армения Там я что там статьи пишу по Великой Армении Или это да Или если какой-то там баран снял там ролик Чтобы Армения не существовала Древние веки Значит Армения из карты Рима в это да исчезла Значит его не было потому что какой-то идиот За какие-то там бабки сказал что в Армении не было да Ну ну понимаете ну вот до такого маразма И вы представляете мы иногда с такими идиотами Начинаем спорить Тратим свои нервы Времени там то другое Зачем То есть дорогие мои Я всего-навсего Свои нервы не трачу На таких идиотах Вот начинает что-то говорить Да там Какой-то очередной глупость Начинаем прикалываться Ну а что мне еще остается В серьез воспринимать его Ну кто-то там думает что это это да там грубо это не это Ну а тетер Я же говорю там тетер Вот Давай Давай Вот он за кем-то пошел здесь Сейчас выйду на улицу наверно Кш И будет сканироваться где-то яща не вижу ящу тут сороки с воронами но пикировала кого-то атаковал не знаю зацепила его не зацепил там ну в один момент попадаю скорее всего зацепил не знаю не дали мне нормально снимать ролик посмотрите сколько людей вот приходила до камнягом общение да ну и просто поспрашивать такой злой не злой понимаете ну для всех мил не будешь для всех хорошим не будешь но до прошлого раза андрей ночи 2 часа 10 минут вместе это да разговор я гадрой мы с тобой уже как бабу там 2 часа 10 минут по телефону где-то мне казалось пять минут всего разговора понимаете когда человек интересен вы даже времени не обращайте это да там сколько времени когда человек неинтересно понимать его за три секунды устанете ну для всех хорошим невозможно будет у меня как я всегда говорил цена что это птица должна летать должна радоваться мы обязаны передать следующего поколения голубей которые летают такие для каких нам передавать всего на всего и то что я пытаюсь до людей довести до того что вот эта птица должна летать это птица должна плодиться это птица должна 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 быть счастливым в небе вот все что вот все что я хочу донести понимаете не просто как мертвые ходи да там каждый месяц прививать или то или другое да там а наоборот это птица должна быть таким каким нам передавали наши деды и отцы там прадеды там прапра там птица там тысячелетиями передавалась до нас и мы обязаны также передать это мы не имеем права испортить всего на все вот моя цель вот это вот это наоборот достойно нормально да или тогда как бы передать следующим поколением вот это да ну кому-то не нравится то что голуби метая дает его правда кому-то там это да там тоже пишет и птичный ведет кухлов как там ловит голову спрашивает на фуфло отпускает не фуфло забирает на глупости там понимаете но это пишет взрослые люди не дети понимаете ну о чем можно говорить ночью еще остается кроме издеваться да там кроме высмеивать таких людей как говорит есть же хороший поговорка встречает кит по одежке провожает по уму провожает по уму ну чего пойдешь всего-навсего понимаете пишет человек читаешь да но есть и там умный что-то пишет туда продолжаешь общаться но если пишет очередной чушь на чем можно с ним общаться да нечем общаться всего-навсего вместо того чтобы открыть глаза посмотреть человек столько лет все вот это показывает понимаете есть деле все вот это показывает вместо того чтобы учиться что-то там чего-то добиваться до элементарно на худой конец договориться приехать ко мне посмотреть своими глазами там но есть будет нормальный человек и отдам и это да и пойдет заниматься дальше но человек решил писать глупости да там по-любому берет по-любому хорошая птица пропадает по-любому это так по-любому это так по-любому это то но нам чё остаются по-любому досвидос дорогой мой нам с тобой не по пути всего-навсего понимаете но если ты уже как зомби по-любому 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 но о чем мы можем разговаривать она говорит нам они о чем чем там дикарь пошел не поймать что такое ну как бы вот так дорогие мои я не кусаюсь на самом деле человек я очень общительный очень общительный вы мне есть и друзья есть очень много приятелей знакомых товарищей там соседи много 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 да и совсем не общаюсь нормально на человек который не интересен мне не общается вот зачем там говорите нервничать зачем не считаю все равно вы ему ничего не научите все равно он останется таким же каким он есть ну вы будете нервничать ну поэтому лучше я всегда говорю смех продлевает жизнь лучше улыбаться лучше смеяться чем нервничать чем нервничать яшкин это я на паузу не поставил эти сама сливается дочка бессмертная . заману думаю достаточно коротко двух словах обо мне нормальным людям со мной общаться всегда просто элементарно на голубца но начать с ними с ними детей не крестить удачи